Начало 20 века. В результате двух революций Российская империя, под властью которой мирно сосуществовало огромное количество различных народов, прекратила свое существование. После падения Российской империи народы Закавказья получили шанс на создание собственных национальных государств. Вроде бы ситуация для народов Закавказья складывалась благоприятно, если бы не две серьезных проблем, а именно. За годы, проведенные под властью Российской империи, народы, населявшие Закавказье, перемешались друг с другом, из-за чего принадлежность территорий со смешанным населением оспаривали несколько вновь созданных национальных государств. Кроме того, к моменту падения Российской империи Первая мировая война, в которой она принимала участие, так и не закончилась. Несмотря на то, что Российская империя вела довольно успешные боевые действия против Османской империи, новое правительство не планировало продолжать войну, а следовательно, Закавказские государства должны были сами отстоять собственную независимость в борьбе с османами. Именно упомянутые проблемы и стали причиной начала армяно-грузинской войны 1918 года. Немного предыстории. В феврале 1917 года император Николай II отрекается от престола за себя и своего сына. И так как все его потенциальные преемники сделали то же самое, Российская империя прекратила свое существование. Власть в Российской республике, которая пришла на смену Российской империи, перешла к Временному правительству, которое организовало для управления Закавказьем особый Закавказский комитет. Временное правительство не смогло долго удержать власть и в результате Октябрьской революции к власти приходят большевики. Уже 11 ноября 1917 года особый Закавказский комитет был преобразован в Закавказский комиссариат, который располагался в Тифлисе. 5 декабря Закавказский комиссариат заключил перемирие с Османской империей, что привело к прекращению боевых действий. Так как основной целью Закавказского комиссариата была независимость от Советской России, по его приказу был создан Закавказский сейм, которому 23 января 1918 года была передана вся полнота власти в регионе, а также полномочия Закавказского комиссариата. Естественно, что эти сепаратистские и антибольшевистские действия привели к конфликту Закавказского сейма с правительством Советской России. Поэтому во время заключения Брест-Литовского договора большевики согласились вернуть Османской империи территории, которые Российская империя получила во время русско-турецкой войны 1877 года. Таким образом, после подписания Брест-Литовского мира, Османская империя начала претендовать на территории, которые находились под контролем грузинских и армянских сил. Чтобы предотвратить новый вооруженный конфликт, Закавказский сейм начал переговоры с Османской империей в Трапезунде, которые продолжались около месяца, но так и не принесли никакого результата. Дело в том, что Османы не собирались отказываться от областей Карс, Ардахан и Батум, которые должны были перейти под их контроль согласно условиям Брест-Литовского мира. В Закавказском сейме не было единства. Грузинская и армянские делегации категорически отказывались признавать Брест-Литовский мир, в то время как азербайджанская делегация была согласна признать этот договор. В первую очередь потому, что Османы не претендовали на азербайджанские территории. Так как азербайджанцы были в меньшинстве в сейме, то он принял решение воевать с османами, после чего делегация сейма была отозвана в Тифлис. Османы в свою очередь были готовы к такому варианту развития событий и сразу же начали наступление. В результате стремительной атаки они оттесняют грузинские части из Батума и занимают город вместе с прилегающими территориями. В Карской области наступление Осман было не столь успешным. Они достигли Карса, но взять прекрасно защищенный город они не смогли. После остановки наступления Осман они договорились о перемирии с Закавказским сеймом и потребовали для продолжения мирных переговоров, чтобы сейм провозгласил независимость от Советской России. 22 апреля Закавказский сейм провозглашает независимость от Советской России, а также создание Закавказской Демократической Федеративной Республики. Осознавая превосходство Осман в военной силе, руководитель Закавказского сейма Чхенкели решил принять близлитовский мирный договор за основу для предстоящих переговоров. По требованию Осман, Чхенкели отдает приказ армянским частям, защищавшим Карскую крепость, покинуть ее. После чего Османы занимают оставленную крепость, а также все территории, которые были потерянными в результате Первой мировой войны. Но, как говорится, аппетит приходит во время еды. И на новой мирной конференции в Батуми Османы потребовали передачи не только территории, оговоренных Брест-Литовским мирным договором, но и Александрополя, Тифлиса и Эчмендзина. Представители Закавказского сейма отклонили новые претензии Осман, после чего те начали новое наступление, которое было остановлено лишь поражениями при Сардарапате, Караклесе и Башапаране. Понимая, что Османы после перегруппировки войск возобновят наступление, грузинские политики 24 мая провозглашают создание независимой демократической республики Грузия, а спустя два дня подписывают договор с Германией. Вслед за Грузией 28 мая провозглашается создание Армянской демократической республики и Азербайджанской демократической республики. Уже летом 1918 года Германия вводит свои войска в Грузию. В это же время османы успели помимо Карской, Ардоганской и Батунских областей занять Ахалкалакский уезд, а также части Ахалцихского, Сурмалинского, Шаружского, Эреванского, Борчалинского, Александропольского и Эчмиадзинского уездов. Спустя какое-то время после эвакуации османских войск из Ахалкалакского и Борчалинского уездов, они предложили занять эти территории Армении, а немцы в свою очередь предложили занять эти территории Грузии. В итоге грузинским войскам при поддержке немецких офицеров удалось занять эти уезды первыми и установить границу по реке Дзоррагет. В это же время османы выводят свои войска с еще одной спорной территории, Южного Лори. В этот раз армянские части оказались быстрее, они занимают часть Юга Лори и не встретив никакого сопротивления, начинают движение на север. Первое столкновение между армянскими и грузинскими частями произошло после того, как армянские части заняли железнодорожную станцию неподалеку от города Туманян. Немцы потребовали от армян покинуть станцию, но те ответили отказом. После прибытия к станции двух грузинских бронепоездов и отряда численностью в 250 солдат, армянам пришлось покинуть ее. Спустя пять дней три армянские роты в результате неожиданного нападения разгромили немецкий гарнизон, который расположился поблизости от села Карин. Примерно в это же время премьер-министр Армении Каджазнуни послал грузинскому правительству в письмо, которым требовал отказаться от претензий на Лорийский район, чтобы избежать конфликта. Грузинское правительство не планировало выполнять требования армян и выводить войска из Лори. Из-за чего к концу октября на линии соприкосновения начались ожесточенные боестолкновения. Ни одна из сторон не могла получить преимущество, так как по факту у молодых государств просто не было в наличии достаточного количества вооруженных сил, чтобы переломить сложившуюся ситуацию. Поэтому грузинская сторона предложила созвать конференцию, чтобы решить пограничный вопрос мирно. Армяне согласились с этим предложением и в качестве знака доброй воли покинули два занятых ранее села. К сожалению, договориться так и не удалось. Дело в том, что грузинское правительство предлагало позвать на конференцию представителей всех государств, ранее входивших в Закавказскую Федерацию, для решения вопроса о границе. Армяне, в свою очередь, хотели двухсторонних переговоров только с Грузией, из-за чего на конференцию они не приехали. В декабре 1918 года в подконтрольной Грузии части Ларийского района вспыхнуло восстание, центром которого стало село Узумлар. Местные жители атаковали гарнизон и, разоружив его, взяли в плен грузинских солдат. Для наведения порядка грузинское командование отправило в регион отряд, состоявший из двухсот солдат. Этот отряд не мог справиться с поставленной перед ним задачей, так как был отброшен огнем армянской артиллерии. Примерно в это же время к штабу генерала Цулукидзе, который располагался в селе Санаин, подошли подразделения армянской армии. Ожесточенное сражение завязалось поблизости от железнодорожной станции, в ходе которого армянам удалось разобрать рельсы рядом со станцией и захватить грузинский бронепоезд. Так как численное превосходство было на стороне армян, грузины приняли решение отступить к городу Алаверди, прикрыв отход войск артиллерии, сошедших с рельс бронепоездов. Отступив к Алаверди и получив подкрепление, грузины заняли оборону на подходах к городу. Так как в распоряжении Цулукидзе было не более 700 солдат, которые обладали опытом участия в боевых действиях, а армянам удалось подтянуть городу 4000 группировку, грузинское командование приняло единственное верное в сложившейся ситуации решение и начало отступление к селу Садахло. В это же время грузинские части, расположенные в районе сел Привольное и Воронцовка, были атакованы армянскими войсками. Эффект неожиданности и численное превосходство позволил армянам выбить грузин из обоих населенных пунктов и занять их. Отступившие из Воронцовки и Привольного грузинские части начали движение по направлению к Катарининфельду. К 14 декабря армянской группировке, которая к этому моменту времени насчитывала около 6500 солдат, удалось полностью вытеснить грузинские части из треугольника Александровка-Воронцовка-Привольное. Спустя два дня армянам удалось занять практически все спорные деревни в регионе. Левый фланг армянской армии 18 декабря вытесняют грузинские войска из города Айрум, после чего ее передовые части начали движение по направлению к Садохло, где находились основные силы грузин. После того, как грузинам удалось отбить первую атаку армян, они обошли Садохло с фланга и заняли город Шулавери, а также заблокировали железную дорогу, тем самым лишив грузин возможности получать подкрепление из Тбилиси. В сложившейся ситуации грузины использовали бронепоезд для прорыва из окружения и присоединились к основной грузинской армии, которая располагалась в северной части Ларийского района. После перегруппировки войск, армяне в результате стремительной атаки занимают город Болнисхачен, который находился поблизости от осажденного Екатерининфельда. Таким образом, армянские войска оказались всего в 10 километрах от Тбилиси. После подготовки армянские части сумели среди ночи проникнуть в Екатерининфельд и захватить несколько пушек и пулеметов. Поднятый по тревоге гарнизон сумел вытеснить армян из города. Затем на отступавших армян напала пришедшая на помощь гарнизону Екатерининфельда грузинская кавалерия. Вслед за отступающими армянскими частями грузины перешли реку Храме и при поддержке артиллерии сумели захватить несколько деревень. Спустя некоторое время грузины атаковали станцию Ашага-Сираль. Местный армянский гарнизон был застегнут врасплох и не мог оказать серьезного сопротивления. Воспользовавшись своим успехом, грузины заняли стратегическую важную гору между Ашагой и Шулавери, после чего начали подготовку к штурму села. С упомянутой стратегической высотой произошла довольно интересная история. Грузинские солдаты, которым было приказано охранять стратегическую высоту, спустились с горы, чтобы пополнить запасы и отдохнуть. Этим воспользовались армяне, которые быстро заняли высоту. На следующий день грузинским частям удалось отбить гору, но ситуация снова повторилась. Грузины покинули гору для пополнения запасов и отдыха, чем воспользовались армяне и снова заняли высоту. Пока разворачивалась увлекательная история с занятием высоты, грузинам удалось сконцентрировать поблизости от Шулавери крупную группировку, которая при поддержке артиллерии смогла выбить армян из населенного пункта к 29 декабря. Развивая успех, грузины 30 декабря занимает Садахло, а также село Ламбало. На следующий день армянам удалось отбить Ламбало, но их атака на Садахло не привела никакому результату. В итоге обе армии оказались на довольно неудобных позициях, что не позволило никому получить преимущество. Боевые действия закончились 1 января 1919 года. К этому времени Германия проиграла Первую мировую войну, а в Закавказье были введены английские части. Именно при участии британского посла и был заключен мир, причем на условиях, выгодных именно британской империи. Согласно условиям мирного договора, северная часть Барчелинского уезда осталась под контролем грузин, а южная часть под контролем армян. В то время как средняя часть уезда, в которой располагались медные рудники, была объявлена нейтральной зоной, под контролем англичан. На этом война завершилась. Если вам понравилось это видео, не забывайте подписываться на мой канал. Будем разбираться в истории вместе.